Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джедима, канал о моде и красоте, а также о бумном шопинге. В этом видео речь пойдет о лайфхаках, которые я сама лично нахожу, ну, очень, очень эффективными, но по поводу которых я не получаю никаких положительных отзывов. На самом деле меня наводит на мысль, что отзывы я не получаю, как раз таки потому, что я не убедила своих зрителей попробовать эти очень простые лайфхаки. И как-то ни странно, лайфхаки, касающиеся хозяйства, касающиеся уборки, касающиеся, ну, на самом деле, да, хозяйство, по-другому не скажешь, приживаются на моем канале и воспринимаются моими зрителями гораздо-гораздо лучше и легче. Сразу отвечу на вопрос, который очень часто звучит в комментариях, и звучит прежде всего, я думаю, у тех зрителей, которые не попробовали чистить сантехнику, убираться в ванной, кондиционером для волос, либо кремом для рук, ненужным кремом для тела. Очень часто звучит вопрос, нужно ли все смывать. Как раз таки нет, смывать не нужно, но я думаю, те зрители, которые попробовали этот замечательный лайфхак, как раз таки поняли, что магия, помимо того, что очень хорошо убирается изысковый налет, очень хорошо все счищается, магия состоит в том, что, да, не нужно потом ничего споласкивать, фактически вы тряпочкой выжатой протерли немного кондиционера, либо крема, который вам не нужен, нанесли, и вуаля, все готово, соответственно, уборка действительно сокращается в разы. Но сегодня речь пойдет как раз таки о лайфхаках, вот как на подбор, все они касаются нашей внешности. Мне кажется, это способ задуматься, почему к уборке мы относимся, скажем так, с большим, наверное, вниманием, а то, что касается нашей внешности, определенной лайфхаки, мне кажется, мы даже их и не пробуем. Итак, мой первый лайфхак, который очень эффективный, который я сама очень люблю, который позволяет мне экономить на туши для ресниц, который позволяет мне, как я люблю говорить, длиться мои туши для ресниц прямо-таки полтора года, вот на самом деле, пока пигмент не закончится, ну и опять же, пока, наверное, мне не захочется взять и купить какую-то новую тушь, но я уже много лет покупаю одну и ту же тушь, она меня полностью устраивает, я, в общем-то, не пускаюсь в эти потребительские поиски. Этот лайфхак очень простой, много раз я вам рассказывала, добавить вот буквально горошину, горошину больше не нужно, не потребуется, самая обычная зубная паста в вашу тушь. Если вы боитесь, что вам будет чипать глаза, потому что зубные пасты, как правило, имеют мятный аромат, то не нужно этого делать, поверьте мне, я и в глаз себе попадала, как любая женщина, кисточкой, которая была уже смешана, точнее, на которой уже была тушь размешанная с зубной пастой. Более того, я повторяю этот лайфхак по мере высыхания туши. Соответственно, в определенный момент у меня достаточно много зубной пасты, окрашенной в черный цвет, которая прекрасно окрашивается остатками туши, которые имеются в бутыльке. Искренне советую всем попробовать. Также, если просто вы купили тушь, она вам не подходит, она слишком плотная, она наносится таким образом, что скорее слепляет вам ресницы, чем хорошо ее прокрашивает, попробуйте этот лайфхак, он поможет вам просто так же для хорошего нанесения туши. Моя тушь, я очень люблю ее разводить, именно потому что потом красится ее одно удовольствие. Еще один лайфхак, который также, я бы сказала, не очень прижился у моих зрительниц, это самый обычный способ придавать мега супер объем для волос, прежде всего в прикорневую зону, добавлять волос, но и опять же, можно добавить объем и подлиннее, если вы хотите, если вам, если у вас в этом есть необходимость. Лайфхак подходит для коротких волос, для коротких волос он вообще гениально подходит, потому что очень часто таким образом я укладываю Егора, и когда он ездит на кастинге, я замечала, что чем бы я не уложила его волосы, любым продуктом, даже лаком для волос, все равно опадают волосы, и он приезжает зачастую с папой, папа не может ему поправить прическу перед кастингом, и получается, что прически нет. Так вот, самая обычная глина для волос, на короткие волосы будут работать мега-суперэффективно, вы сможете прямо-таки ваши волосы поставить, наклонить, уложить в том направлении, которое вам нравится. Для длинных волос необходимо быть более внимательными, наносить на прикорневой объем, потому что, если вы нанесете по длине, волосы у вас будут на самом деле торчать, вы их вот так вот приподнимите, а не так у вас, так у вас и останутся. Но ничего в этом страшного нет, первые два раза, возможно, вы чуть-чуть переборщите с нанесением глины, но потом вы приноровитесь, и сколько вам нужно, и куда конкретно наносить, наносить ведь можно на пробор, наносить можно на макушку. В одном видео зрительница сказала, что я седая стала, и что меня это портит. На самом деле там была глина, из-за того, что в определенный момент освещение играет с тобой разные шутки, бывает в твою пользу, бывает не очень. Как раз-таки вот такой серый-сизый налет у меня был на волосах, именно из-за того, что глина начала бликовать, но в реальной жизни ее, поверьте мне, не видно. И при этом, если вы слышали о лайфхаке, таким способом применять самую обычную муку, рисовая мука прекрасно подходит, но также любая мука 0-0-0 также вам подойдет, то этот лайфхак работает только на блондинках. Брюнетки, жгучие брюнетки не смогут использовать муку для придания объема, и могу сказать, что мука не работает так хорошо, так эффективно, как глина. Так вот, глину очень легко стряхнуть, несмотря на то, что, повторюсь, на видео она обликовала в реальной жизни, если вы не будете наносить по пробору, а будете наносить, приподнимая пряди, соответственно, на височную зону или по окружности, вы получите мега-супер объем. Я уверена, что любая, кто попробует, любая, кто ищет объем, останется очень-очень довольна. Также по поводу косы могу сказать. Недавно я сделала косу, я вот таким образом перекинула волосы, и вот здесь мне пришлось заколоть невидимками, потому что иначе у меня не хватает длины волос вот сюда вплести. И если вы будете делать косу вот таким образом, как сделано у меня на том видео, то тоже глина вам в помощь. Глина сделает ваши волосы очень пластичными, очень упругими, очень коса будет богато смотреться, потому что у меня, например, очень тонкие волосы, и даже если сейчас я заплету эту косу, то вы увидите, что все будет смотреться достаточно неплохо. На волосах у меня сейчас имеется глина. Сейчас, что-то я зря взяла плестись эту косу в кадре, потому что прежде всего у меня нет невидимок. Но опять же, вот такая коса будет смотреться гораздо фактурнее, красивее, даже на не очень длинных волосах, как у меня, если волосы будут иметь немного длины по своей длине. Думала закончить видео с косой, но не получилось, потому что эти пряди, повторюсь, не закрепленные невидимками, начинают сползать у меня вперед. Итак, еще один лайфхак, который также очень эффективный. Я его посмотрела у иностранных блогеров. Это самый простой способ, когда вы делаете пучок, в особенности высокий пучок. Вы можете обратить внимание, что височная зона, она не загорает никогда практически, она очень белая, прямо-таки некрасиво смотрится. Если вы сделаете даже себе селфи, вот так в профиль, либо чуть-чуть развернувшись, вы поймете, что подводит вас эта белая зона, в особенности, если вы наносите тональный крем на лицо, в особенности, если у вас лицо просто загорело, как у меня. Пожалуйста, самые обычные тени для глаз, которые мы используем, они могут быть темно-серые, они могут быть светло-серые, они могут быть темно-коричневые, светло-коричневые, помогут снивелировать вот этот переход, помогут сделать даже эффект густоты ваших волос. Повторюсь, даже если вы не собираете волосы хвост, а просто носите волосы вот так на пробор, как я, нанесение на пробор, да, такой трюк существует, очень многие блогеры им пользуются, я, кстати, вижу, когда блогеры пользуются этим трюком, прежде всего, потому что я о нем знаю. Так вот, даже нанесение такого пигмента, темного пигмента на пробор прямой, как сейчас у меня, позволит сделать волосы и прическу визуально более-более богатой. Поэтому, если вы часто носите волосы наверх, если вы подбираете волосы наверх и заметили такой дефект вашей прически, который появляется из этих белых зон, не пренебрегайте их, что называется, за ретуширование. Еще один трюк, который я очень люблю, и ни одного отзыва по нему не получила, без него я не мыслю, не мыслю макияжа своих губ красной помады. Понадобится кисточка, которой я делаю подводку, кисточка с закругленным, нет, не закругленным, получается кисточка вот таким образом скошенная. Ей прекрасно делаю подводку, это мое два в одном, у меня только такие кисти и существуют. И ей прекрасно делается макияж бровей, но ей также прекрасно делаются и губы. Соответственно, вам потребуется такая кисточка, ей прекрасно также делаются губы, вам потребуется такая кисточка, которой вы набираете пигмент с вашей губной помады, но это может быть ярко-красная помада, прежде всего для нее этот лайфхак разработан, но и для бежевых помад тоже прекрасно подходит этот трюк, этот лайфхак. И, соответственно, вы рисуете просто здесь крестик, я много раз его показывала, это позволяет очень красиво и симметрично иметь вот эту зону, которая, как правило, очень тяжела в прорисовке, будь то карандаш, вы можете карандашом нанести такой крестик, но, повторюсь, я, поскольку делаю макияж губ вот такой кисточкой, это тоже меня всегда выручает, это сокращает в разы, просто в разы время нанесения красной помады, и это сокращает в разы количество тех ошибок, которые вы можете допустить, нанося красную помаду. Очень рекомендую воспользоваться таким трюком, если у вас нет кисточки, если у вас нет карандаша, но у вас есть красная помада, вам может помочь зубочистка самая обычная, таким же способом вы ее испачкаете в вашей губной помаде, наберете немного пигмента и нужно сделать крестик, это делается очень быстро, пигмента нужно мало, но зато у вас получится все очень красиво, очень-очень симметрично. Мне кажется, это все лайфхаки, которые... А, нет, не все, которые не пользуются популярностью на моем канале, у моих зрителей, потому что, мне кажется, их не опробовали. Это, конечно же, белая футболка, вот буквально сейчас я высушила волосы, и я много раз говорила, что я уже много лет не применяю полотенца для волос, для того, чтобы убрать лишнюю влагу, просто потому что у меня есть прекрасные белые футболки, я их всегда называю, но, конечно же, это могут быть розовые футболки, темных цветов футболки, неважно, это должен быть хлопковый материал прежде всего, и такой материал прекрасно впитывает влагу, вы не поверите, если вы собираетесь по утрам на работу, вы моете голову с утра, вам нужно сушить волосы феном, вы не представляете, раза в два, а то и в два с половиной, а то и в три раза, все зависит, безусловно, от типа волос, сократится количество времени, которое вы тратите потом на последующую сушку ваших волос феном, потому что, ну, прекрасно впитывается влага, очень-очень хорошо у себя чувствуют волосы, потому что в полотенце зачастую волосы слишком пересушены, как будто в особенности, если мы надолго оставляем вот такой тюрбан на голове, и потом ходим с ним, не знаю, делаем какие-то дела, возможно, собираем детей, потом мы можем столкнуться с ситуацией, когда волосы прямо-таки пересушены. Так вот, с таким же тюрбаном, сделанным из самой обычной футболки, хлопковой, вы никогда с этой проблемой не столкнетесь, волосы там не заламываются, но самое главное, повторюсь, вы сократите просто в разы количество того времени, которое тратите на последующую сушку волос феном. Вот такие лайфхаки, которые не очень пользуются популярностью. Опять же, призываю вас их попробовать, в особенности, если проблема, которую тот или иной лайфхак, перечисленный в этом видео, может решить. И напишите в ваших комментариях, понравились вам или не понравились эти лайфхаки, если они у вас не работают, то, возможно, почему. Я же на этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!